Не возвращаться домой, не попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу, и я решил бороться за свое счастье. Насухо вытер я глаза и вышел на улицу. Постовые милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой, все мне теперь казались подозрительными и опасными. Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасливо поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо. Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел. Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел. Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик? Равнодушно спросил парикмахер. Нет, сказал я. Бритва снимайте наголо. Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело. Уши теперь торчали. Голова стала круглой. На лице резче выступил загар. Вышел. Выдавил из тюбика немного зубной пасты. Замазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели. Попробуй-ка разберись, брюнет или рыжий. Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой. Никто теперь меня не узнает и не поймет, думал я. Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в вятку. Ну и пусть. Буду жить один. Буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было. Влажный ветерок холодил мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново. И быть теперь человеком прямым, смелым и честным. Было уже поздно. И спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскальзываясь, я добрался до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны. Значит, дядя еще не возвращался. Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить внизу хозяев, подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз. Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же особо после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро. Так просидел я с полчаса или больше. На траву, на листья, пала роса. Мне становилось холодно. Я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело, курица. А вдруг вот дядя где-нибудь заночует, что тогда делать? Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко, и оно, кажется, не запирается. Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сене. Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое? Спокойней. Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы. Кто его знает, почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез, там далеко в Липецке, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх, и опять, стоп, не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома, прислушался. Разговаривали двое, дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было. Вот, говорит дядя, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда, понятно? Понятно. Куда туда, а куда сюда, мне это было совсем непонятно. Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? Это обо мне. Вернется, или немного заблудился, а то еще и в кино пошел, нынче дети такие. А мать у него кто? Мачеха, ответил дядя. Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мачеха на Кавказе, мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет. Как кто ее знает, ахнул я. Ведь ты же мой дядя. Ну и последняя готова. Все наука и техника. Осторожней, не разбей склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка? Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучал в запертую дверь. Отворили мне не сразу. Это ты, бродяга? Наконец-то! Раздался сверху дядин голос. Да, я. Тогда погоди. Штаны да туфли надену, а то я прямо с постели. Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице. Ты что же полуночничаешь? Где шатался? Я вышел погулять. Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, и я шел, да и немного заблудился. Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? Проворчал дядя. Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то зефира, не то еще какой-то дряни. Очевидно, подумал я, дядя опять какое-то лекарство пролил. Но что же он за человек? Он меня поет, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя. Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачных изобретателей и ученых. А может быть, думал я, дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик. Никто не признает его изобретение или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика, это меня, который тоже одинок, и взял меня с собой, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь, так как у нас началась в агоне, не начинается. Но я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно. Верно, что я уже и сегодня успел соврать про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. Ты, говорит, погоди, я только что с постели. Нет, брат, тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик.